Всем доброго времени суток! Сегодня я решила приготовить сырники, тем более, что у меня осталось как раз около 500 граммов деревенского творога. Помимо творога мне понадобится еще одно куриное яйцо, 1 столовая ложка сахара, муки немного для обвалки, 2-3 столовых ложки манной крупы и щепотка соли. У меня творог мягкий, поэтому блендером я его перебивать не буду. Если у вас творог жестковат, то можете перебить его блендером. Но удалить лишнюю сыворотку мне будет необходимо, поэтому я просто перекладываю творог в марлю и отжимаю, насколько это возможно. Отжатого творога у меня получилось 500 граммов, потому что сыворотки было немного. Теперь сюда добавляю 1 яйцо, 1 столовую ложку сахара. И 2 столовых ложки манной крупы. Теперь нужно все хорошо перемешать и дать постоять творожной массе где-то минут 10-15, чтобы манка впитала в себя лишнюю влагу. Прошло 15 минут. Присыпаем стол мукой и начинаем формировать наши сырники. Смачиваем руки в воде, берем немного творожной массы и вот таким образом просто катаем такие колобки, которые потом нужно будет обвалять в муке. Вот таким образом. Ну вот теперь все творожные заготовки вот таким образом обваливаем в муке. Делается это очень-очень просто и быстро. Теперь создаем форму сырником. Делается это тоже очень просто. Берем нашу заготовку, которую предварительно обваляли в муке. Можно взять сервировочное кольцо. Я взяла вот обычную кружку. Раз. Чтобы были ровные бока. Перевернули. И вот так вот с другой стороны. Все, вот он готов. И выкладываем на доску, которую предварительно также присыпаем мукой. Также поступаем со всеми остальными сырниками. Такие сырники можно и заморозить впрок. Смотрите, чтобы по высоте они были приблизительно одинаковые. Вот такие ровненькие они получаются. Ну что, пришла пора жарить наши сырники. Я налила растительного масла в сковородку. И поставила ее разогревать. Из девяти возможных я буду жарить их где-то на пятерочке. Примерно по полторы минуты с каждой стороны. То есть здесь важно, чтобы сырники у вас жарились на среднем огне. Даже ниже среднего. Где-то минутки по полторы. Смотрите, главное, чтобы огонь не был слишком сильным. Еще раз повторю, у меня из девяти возможных пятерка. Полторы минутки прошло. Как видите, я перевернула сырники на другую сторону. Они отлично подрумянились с одной стороны. И сейчас также минутку-полторы я их подрумяню с другой стороны. Ну что, мои дорогие друзья, мои сырники готовы. Они получились прям такие творожные-творожные. Очень пышные, нежные. Подавать такие сырники можно, конечно же, с чем угодно. И с вареньем, и со сметаной. Но я очень люблю ягоды, которые мы заморозили с лета. Здесь у меня малина и смородина. Конечно же, обязательно добавлю чуть-чуть сметанки. Как без этого. В общем, желаю вам всем приятного аппетита. Попробуйте, приготовьте по этому рецепту. Если вам понравится, буду очень рада. На сегодня я с вами прощаюсь. Всем мира и добра, а главное здоровья. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok